Девушки отдыхают Точнее, скорее, я его делать не хотела Беременность для меня была неожиданностью Но так сложились обстоятельства, что никакой поддержки я не могла получить А сама была достаточно беспомощна в тот момент А что тебя подтолкнуло? Это мой молодой человек, который был отцом ребенка Я не думала, что он предложит сделать аборт Но он предложил именно это Я не могла так же обратиться к маме Потому что отношения у меня с ней были довольно тяжелые Жила я в студенческом общежитии И я до последнего думала, что со мной этого не произойдет То есть аборт не будет Я даже пыталась встать на учет в женской консультации Но, к сожалению, меня не поставили на учет Потому что мне была необходима прописка именно в этом регистрации в общежитии Которого у меня не было Потому что я жила рядом, в принципе, в этом же регионе Я пришла в эту больницу в женскую консультацию Там сидели беременные женщины И я думала, что я буду одна из них Но что-то меня не поставили И я вообще не знала, что мне делать дальше Я пыталась объяснить свои чувства молодому человеку То есть у меня вот слезы были, правда, крокодили То есть они были просто огромные Но его вообще ничто не трогало Он говорил, пострадает моя учеба, твоя учеба Все все поймут, как мы сможем жить У нас будут потом еще дети И сейчас это совсем не обремя Я его вообще не слушала Я как бы думала о своем Я думала о ребенке Я понимала, то есть я не слышала нет пропаганды Что это убийство или что-то еще То есть я просто думала, что у меня будет ребенок Который имеет право на жизнь точно такой же, как все мои последующие дети Но время шло И день приближался этот Да, я поехала в больницу И меня отвез туда мой молодой человек И я там осталась одна Я еще помню, что УЗИС мне предложил сохранить беременность А я чувствовала себя просто в какой-то ловушке Потому что не было ни денег, ни ничего Хотя это, конечно, все не оправдание Но самое главное, я чувствовала право отца Растаивать на аборте То есть он говорил, ты мой ребенок тоже Я не хочу, чтобы он был Я просила же его оставить у меня, да, с ребенком Но он на это не пошел То есть он сказал, что это его часть жизни И он имеет право тоже решать Чтобы ребенка не было Самая абортария, там было очень страшно Там сидели женщины, они все были растерянные Все были молодые Особенно не запомнилась эта мусульманка Девочка, которую муж заставил сделать аборт Когда они на УЗИС определили, что у них уже вторая девочка То есть они не нужны без девочки И она, конечно, горевала страшно Но при этом улыбалась, бодрилась Вот В общем, я зашла в палату, легла на стол И спросила, будет ли мне больно Я имела в виду, будет ли мне больно потом Когда все это закончится Не физически, а морально Как я буду с этим жить Но Так странно очень У меня посмотрела на физиолог И все, и начал действовать наркоз И тут я почувствовала, как я поднимаюсь куда-то очень высоко И вдруг я почувствовала Рядом Бог Я его не слышала, не видела И вдруг я поняла, что вся моя жизнь Вот все Учеба Там, отношения с мамой Жилье, что-то еще Это все такое второстепенное Это вообще ничего не значит А вот этот ребенок Это то, ради чего я здесь вообще живу И мне так стало страшно Что я пришла из Азербянска Губить своего ребенка Мне с ним начало разговаривать Мой миленький Прости меня То есть это пришло И в этот момент я очнулась И обнаружила, что у меня на животе лед То есть уже было поздно Это был такой ад Вообще это просто не передать Потому что это было нельзя вернуть И только что разговаривала с своим ребенком Его уже нет Дальше было очень много проблем со здоровьем Не прошло и недели, как я подпала В больницу с воспалением Надо сказать, что это был аборт вакуумный Про который говорят, что он такой весь вредный Нет Последствия были очень тяжелые Было сильное воспаление Когда я выписалась Я, конечно же, пропускала эсэйс и все То есть все пошло поворком Буквально через несколько недель Две-три я опять попала с очень сильной болью В больницу То есть у меня была киста обоих яичников И одна киста лопнула Была классная операция Это уже довольно тяжелая Надо сказать, что Вот это вот все происходило на фоне Очень сильных таких переживаний То есть Я не могла спать Я вообще не могла спать Стоило мне закрыть глаза Комната, она была в таком полумраке И в ней появлялись какие-то существа И я видела своего ребенка Он как-то плыл по воздуху И почему-то он был в какую-то дерюшку Запутан в лохмотье Я всегда с криком просыпалась Надо сказать, что никто из моих соседей Не хотел слышать, что мне снилось Это было очень страшно Потому что они видели, что я в конце страшно переживаю И происходило это примерно год То есть я не могла спать днем Я не могла спать ночью Моя мама ни о чем не знала Но когда она приехала ко мне Я уже ей сказала, что я нахожусь в больнице На операции Она мне рассказала, что в день аборта Ей приснился сон Как будто бы у меня очень красивая маленькая девочка И она зашла за мной в туалет И увидела, что весь туалет кролит То есть стены, пол И она еще удивилась Откуда столько кроли? Это у мамы было во сне То есть ей приснился такой кошмар И она, конечно, он ее сильно напугал Я уточнила, какого числа это было И она, или она даже сама, по-моему, сказала Что ей запомнилось И вот оказалось, что это был как раз тот день, когда я делала аборт То есть даже связь между дочерью и матерью Она такая существует То есть она чувствовала мою боль Или, может быть, у меня было какое-то видение Вот Надо сказать, что ничего хорошего из этого не вышло Я осталась на второй год в институции Моего молодого человека вообще отчислили Он пытался в этом все это собрать Приезжал и говорил, что он понял Что я такая хорошая И ребенка надо было оставлять И что он хочет еще ребенка То есть вдруг все стало так легко, решаемо Когда уже решить ничего было нельзя Вот Спустя годы, да Проблемы со здоровьем все равно сохранялись То есть периодически возникала киста Готовили еще несколько раз у меня к этой операции полостной И я вообще с ненавистью вспоминала своего молодого человека Потому что я думала То, что он сделал со мной Вот сначала отправил меня на аборт Он просто меня заставил сделать А потом он пришел и еще сказал Смотри Точнее Давай оставим Ой То есть он меня сначала отправил на этот аборт А потом он понял, что все это было зря И хотел со мной семью То есть он казался таким лицемерием Это я же не смогу Ну конечно То есть там Здесь еще не Я просто его ненавидела Я не могла даже рядом с ним стоять Я потом уже поняла, что было неправильно его ненавидеть Что несмотря на мои отношения с мамой Несмотря на то, что он меня не поддерживал Несмотря на то, что он на меня сильно очень давил Я могла оставить этого ребенка И то есть виновата я сама Вот Это самое, наверное, ужасное Но с другой стороны Дота стало легче, что я перестала винить близких Я вышла замуж У меня трое детей Но эта тема, она не отпускает Ну конечно, как все женщины, принесшие аборт Я считаю, сколько было по моему ребенку Ну это не самое такое вот страшное Просто днем, ночью Когда все хорошо Или когда что-то плохо Но я вдруг вспоминаю про это И просто Я переживаю это Просто на полной катушке Когда я слышу, что там происходит в стране Просто сотни абортов Там ежечасных У меня, конечно У меня просто такая боль охватывает Мне так хочется Плакать, что-то изменить Но я не знаю Как объяснить женщину, что это делать нельзя Потому что кажется, что это что-то там Пройдет и исчезнет Это никуда не исчезнет Это Потом поймешь, что это был самый настоящий ребенок И Что он все время с тобой, все равно Всю жизнь И всю жизнь у него просишь прощения Субтитры сделал DimaTorzok